АРХАНГЕЛЬСК В этом году полномочный представитель президента посетил строящийся перинатальный центр и провел совещание, посвященное вопросам обеспечения населения Архангельской области медицинской помощью. Николай Цуканов сакцентировал внимание коллег на том, что многие практики в системе здравоохранения региона сегодня отмечаются федеральным центром со знаком «Плюс». Очень качественная работа земской доктора, она не у многих субъектов Российской Федерации разработана. Я рассчитываю, что те ФАПы, которые сегодня еще нужно будет построить, будут построены в ближайшие 2-3 года. И, конечно, эти ФАПы не будут пустовать, потому что там должны появиться фельдшера. У вас очень качественная система образования, высшее образование, медицинское образование. Вы находитесь в одних из лучших условий, потому что медицинский вуз специализированный, есть не у каждого субъекта. Николай Цуканов также побывал на стройплощадках домов, которые возводятся в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда. В Паморской столице продолжается благотворительный марафон «Добрый Архангельск». По адресу Ломоносова, дом 90, пройдет акция «Купил, отдал». В ее рамках можно купить предметы гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей, и взрослых, оставшихся без дома. Стоимость пакета 150 рублей. Акция проходит и в других магазинах до 18 декабря. Адреса можно узнать на сайте благотворительного марафона. Впервые в истории государственного академического северного русского народного хора коллекция сценических костюмов артистов была выставлена в Российском этнографическом музее. Они вошли в экспозицию «Традиционная праздничная одежда и сценический костюм русского севера». Это наряды, сшитые в 70-х годах прошлого века для номеров былина, мизинские танцы, пинежские танцы и поморские гуляния. Все костюмы создавались по старинным образцам и с использованием материалов того времени. В Архангельске прошел четвертый межрегиональный турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева. В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет из нескольких регионов России. Юные атлеты состязались в нескольких визовых категориях. Спортсмены Поморья, которые представляли города Архангельск, Коряжма и Каргополь, завоевали первое общекомандное место. И о погоде. Сегодня в Архангельске минус 9 градусов. Вечером ожидается небольшой снег. Одевайтесь теплее, будьте здоровы и будьте вместе с каналом ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин